Здравствуйте, мои дорогие садоводы-огородники! Вот и прошел месяц после посадки, и теперь можно показать уже, как чувствует себя рассада после высадки. Вот смотрите, что я сделал. Я выкопал траншею на глубину 15-20 см. Вот по всей длине. Пролил водой и сажаю лежа помидоры. Вот смотрите, какая рассада. Вот она. Рассада у меня достаточно высокая, 50-60, а даже 70 см. Вот нижние листья обломаны. Я их специально оборвал, чтобы они не попадали в землю. И вот на выходе какой получается куст. Ну и вот у меня мерка 90 см. То есть между помидорами 90 см. Вот помидоры сидят в одну бороздку, пока на расстоянии 90 см. сейчас я буду копать вторую траншею и посажу в шахматном порядке вторую грядку. Ну и вот, что получилось в конечном итоге, смотрите. Вот получается все равно красивые кустики, несмотря на то, что они сидят лежа. Посмотрите, уже наступило время, когда можно обламывать, даже не можно, а нужно обламывать пасынки, определить, какой у вас будет вид куста, там в один стебель, в два, в три. И дальше формировать куст. Вот здесь вот кусты обломал я, здесь я еще не начинал обламывать, вот хочу показать еще раз, как надо ломать пасынки и как себе ввести. Самоотверженно, обычно бывает жалко, не жалейте, иначе будет хуже, куст зарастет и начнут помидоры просто сами отваливаться, и у вас вы потеряете урожай. Вот посмотрите на куст, допустим, вот на этот, вот я оставил снизу пасынки, я их специально не ломал, они как раз нужны мне для того, чтобы сделать куст в три стебля. Вот смотрите, здесь что получается, вот один пасынок нижний, вот второй пасынок нижний, вот еще один, вот, и макушка, получается четыре. На макушке вот уже, вот уже маленькие пасынки, их надо отламывать обязательно, вот здесь тоже выламывать, вот, и вот пошла первая кисть. Меня спрашивают, где пасынок лучше оставлять, на макушке или внизу? Вот смотрите, чем ниже пасынок у вас находится, тем быстрее начнет появиться первая кисть. Вот здесь обычно после седьмого, после восьмого, после пятого листа появляется кисть. Вот здесь вот даже, я не знаю, тут нам больше получается, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот видите, после седьмого листа появилась кисть. И если пасынок будет чем ниже, тем, соответственно, кисть появится выше. Если вы начнете вот отсюда пасынок оставить, значит у вас первая кисть вон куда поднимется. А есть ли у вас место в теплице? Вот это уже вопрос. Поэтому вот смотрите, вот все выламываю. Это у меня гилгал, такой хороший сорт, на нем не сильно много помидор, но они зато такие хорошие, плотные. Вот я его все-таки оставляю, вот у меня как есть сейчас четыре макушки, я их оставляю все в четыре куста. То есть у меня будут расти в четыре ствола. Вообще я всегда оставлял максимум три, но здесь вот я попробую оставить четыре. Вот еще, если к этому вопросу подойти по-хозяйски, то вот смотрите, мы выламываем пасынки. Вот они какие бывают, да? Ну, запущенный пасынок, вот он какой. Чем он хуже помидора? Берем его, сажаем в воду и в тень. Через два-три дня на этом помидоре, на этом пасынке появятся корни. Вот у вас рассада уже готовая. И дальше, окорененные пасынки можно высадить в открытый грунт для дальнейшего выращивания. Берите на заметку. Ну и второй момент, какой я хотел вам показать по выращиванию помидоров. Вот я в этом году изменил немножко способ подвязывания помидор. Оставил, вот у меня здесь были огурцы, прошлый год росли. И вот эта вся подвязка от огурцов осталась. Я ее просто решил на нее подвязать помидоры. Вместо того, чтобы вставлять каждый год, втыкать трубы из одной теплицы, переносить в другую, вот, я в этом году решил привязать на проволочке. Какой будет результат, скажу осенью. А по поводу труб, вот у нас можно посмотреть, третья грядка у нас. Под низкорослые все-таки забили. Такие вот металлические трубочки. Подвязываем по старинке. А эти помидоры будут расти под потолок. Так что приходится трубы по 2,70, по 3 метра вставлять, ну это, довольно-таки. Трудоемкий процесс. Трудоемкий процесс. И помидоры, и вот столько металла, как-то даже... Да, мы поняли. И еще хочу повториться. Наступило время, когда уже помидоры пора подкармливать. То есть они цветут, завязываются завязи, яблочки образуются. Вот, самое время подкармливать. Подкармливаю я из компостной кучи перегноем. Значит, по ведру на квадратный метр, примерно так. Вот, и после того, как вы посыпите вот это вот перегночком, хорошо бы немножечко тяпочкой порохлить и полить байкалом. Я вот настаиваю байкал. То есть выливаю 10 грамм на ведро воды. Вот, и поливаю после того, как посыпал перегноем. Запомнили? Вот, а я поливаю, доливаю стакан на бочку. У меня 200-литровая бочка. И как раз нормально черпаю лейкой и поливаю. Очень даже хорошо. Ну и в любом случае, да, вы можете посмотреть ролик по подкармке. Он до сих пор актуален. Смотрите, пользуйтесь. Вот, и я еще раз хочу показать, что байкал до сих пор действует. И хорошо действует, работает. Вот, никакого удобрения я не променяю. Смотрите, какие помидоры стоят. Видите? Я еще ни разу не подкармливал ничем. Только вот, что весной посадил. Вот, месяц они сидят. Ничем не подкармливал. И еще. Вот, нашел я сейчас Томир в магазине. Очень хорошая, очень хорошая штука. Это то же самое, что и байкал и ЕМ1, только намного, немножко усиленная формула. Вот, работает намного лучше, чем байкал, но в компостной куче. Его хорошо применять для выгребных ям, септиков. И вот для компостной кучи работает еще быстрее. То есть, если байкал, вот, надо 5-6 месяцев, чтобы перегонил компост, здесь хватает 3-4 месяца. Рекомендую. Ну, и еще, многие тут говорят, что это все дорого. Ну, стоит буквально, как бутылка пива. Поэтому, я думаю, не стоит из-за этого размениваться на вот эти копейки. На этом свое видео я заканчиваю. До свидания. Будут вопросы, пишите. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Пока.